Из книги «Открытым оком» 27 том, тема «Лапкин книги», вопрос 3938. Почему священники так воюют против вас и против ваших книг? Может, нужно какое-то разъяснение дать им, чтобы они увидели, что у них нет достаточной информации об истинном положении вещей? Они все делают сознательно и с целью. Они по рождению Советской Церкви. Я уже отвечал на подобный вопрос не однажды. Разве может быть порядочным и честным тот, кто живет только утробой? Священники запуганы насмерть своими архиереями, такими же выкормошами советской системы лжи и всесветной лжи. Архиереи требуют священников, как шелудил их щенков, чтобы те гнали им деньги, деньги, деньги. А эти лютуют на приходах, за все вымогают деньги, деньги, деньги. Посмотрите на лица их, каменные, сытые, обрюзгшие и хитрющие. Любой заходит с улицы во время литургии верных, выходит, что-то покупают, попы играют словом благодать. Священник внимательно смотрит только за тем, чтобы кто что не сказал по Евангелию. И беззостенчиво вжжет, глядя тебе в глаза, и ссылается во всем на своего запугавшего его до смерти архиерея. Если владыка скажет, тогда он будет крестить правильно, тогда он будет любить тебя по инструкции. Иоанна 8, 44. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Россия нуждается сейчас больше всего в правде и в свободе. И к свободе она придет только через правду. Пока будем лгать, будем рабами, ложью, свидетельствуя о своем рабстве и закрепляя его. Вот почему наши исповедники и мученики последних десятилетий вели нас в свободе, а лицемеры и лжецы наших дней ведут нас в рабство. Мы не выйдем из этой окаянной смуды, пока не отделим честно и четко правду от лжи и не начнем стойко и мужественно выговаривать правду. Вот уже сколько лет прошло с тех пор, как нас утопили во лжи и продолжают нас унижать ложью, страхом и насилием. А ныне им удалось заразить многих из нас в этой ложью, и скобно видишь, как честные начали верить ей и повторять ее. С самого начала большевистской революции было ясно, что православная церковь есть духовный организм, противостоящий этому неслыханному в истории начинанию, со своей стороны неприемлемый для него и потому обрекаемый им на истребление. Ясно было, что пока дух православной церкви жив в русском человеке, дух безбожного коммунизма не овладеет душой русского человека, не поведет Россию, не станет русским духом. А между тем именно это-то и было необходимо большевикам, ибо программа их для России всегда была одна и та же. Россия есть орудие мировой революции, русский народ должен сам заразиться ею до конца, чтобы заразить ею все остальные народы, а там пусть погибнет или растворится в мировом всесмешении. Большевистская революция никогда не была русским делом, да и не выдавалась это таковое. Она всегда была мировой затеей, начатой интернациональным взброном людей во имя нерусских и враждебных России целей. И вот чтобы провести эту чудовищную затею, большевики должны были внушить русским массам последовательное безбожие и противобожие, пафос интернационализма, готовность к кровавой резне в мировом масштабе и веру в тоталитарный коммунизм – это было с самого начала. Замысел мировой тирании, замысел антихристианский, бессовестный и бесчестный – это был план разжечь во всех народах зависть и ненависть, разнуждать их и поработить при помощи монополия работодательства систематического террора. И ныне этот план отнюдь не оставлен, он жив и действует больше, чем когда-либо. И те, кто говорят, будто он отвергнут и забыт, лгут и тем самым служат его осуществлению, сознательно или бессознательно. Россия необходима большевикам для его осуществления как плацдарм, как главное орудие государственное, дипломатическое, хозяйственно-финансовое и военное. Мало того, им необходима душа русского народа, его вера, его жертвенность, его живой пафос, его талантливость, вся его культура, все его естественное богатство, вся его территория, его имя, его язык, самое его существование. И все это выяснилось с самого начала, а теперь все это стало ясно и многим иностранцам. Вообще, после прошедших лет этого нет надобности доказывать. Это уже доказано фактами, цифрами, речами самих большевиков и их лозунгами. И еще мученицем миллионов лучших русских людей. Это и историческая истина, и непровержимая и окончательная. Но говорят тем, кто ее забудет или станет ее отрицать. Теперь спросим, мог ли живой дух православной церкви принять? Это, конечно, нет. Могла ли православная церковь, духом своим созидавшая и воспитывающая Россию, провести искусственную и фальшивую грань между церковной сферой и политической, и предаться двухсмысленному и предательскому невмешательству? Конечно, нет. Она этого и не сделала. А если бы она попыталась сделать это, то немедленно начавшаяся беспощадное наступление большевиков на нее прекратила бы эту попытку. Так и было в действительности. Тоталитарный коммунизм с самого начала не доверял так называемым нейтральным, хотя и соглашался пользоваться ими в первые годы. Его основное правило гласило, кто не с нами и не за нас, тот наш враг и подлежит истреблению. Прошли первые годы, все, все, все были подтянуты к ответу. Рабочие, крестьяне, ученые, инженеры, адвокаты, чиновники, духовенства, ремесленники, уголовные. Все должны были говорить, или да я с вами, или же нет, я против вас. Не то, чтобы сказать один раз, а говорить, повторять и подтверждать это все новыми и новыми поступками по вульгарному правилу. Коли любишь, докажи. Надо было помогать, служить, быть полезным, исполнять все требования, даже и самые отвратительные, бесчестные, внедлительные, предательские. Надо было идти на смерть героям-исповедникам, или же стать на все готовым злодеем, донести на отца и на мать, погубить целые гнезда невинных людей, выдавать друзей согласно требовать смертной казе для почтенных и храбрых патриотов, как делал, например, артист Качалов по радио, совершать провокаторские поступки, симулировать воззрения, кои их не имеешь и кои презираешь, пропагандировать безбожие, преподавать с кафедры самые идиотские теории, верить в заведомую и бесстыдную ложь, льстить неутомимо, бесстыдно, льстить мелким диктаторам и большим тиранам. Словом, выбор был и ныне остается простой и недвухсмысленным. Геройство и мультическая смерть, или же порабощение и пособничество. Русские народные массы поняли это в первые же годы и попытались уйти в маскировку. И вот все политическое развитие революции может быть описано как систематический нажим на маскирующихся нажим, в котором молчаливого провоцировали, науклончивого доносили, неудобного увозили, малольстящему пришивали небывалое, подозрительного ссылали, неосторожного ликвидировали, а с другой стороны маскирующиеся приобретали все новые и новые способы остаться незамеченными, уйти от нажима, они изыскивали все новые жизненные маскировки, новые формулы нейтральности или полулояльности, новые заколуки бытов, новые леса, овраги и тундры для спасения. И наконец все это увенчалось выработкой живой маски на лицо. Сколько раз за последние годы иностранцы спрашивали нас, почему это у русских такие каменные лица. Они были правы, советские все носят живую маску и молчат, на лице ни чувства, ни мысли, ни интереса, бертва, тупость, неподвижные шеи, незамечающие, хотя все время рыщущие глаза, и в них смесь из-за застывшего испуга, раболепия на все готовности, хитрого садисьма. Это у советских чиновников. У простых людей та же маска, но конечно без раболепия и без садисьма. Страшно смотреть. Защитные маски, застывшая ложь, какие-то трупы тоталитаризма, роботы советчины, препараты коммунизма. А что там на душе скрыто и замолчано, об этом скажет история впоследствии. Вот во что превращена сейчас наша простодушная и славоохотливая рыбь. Понятно, что от этой дилеммы, от этой маскировки не могли уйти деятели православной церкви. Они пошли на мученицство. Другие скрылись в эмиграцию или подполье, в леса и овраги. Третьи ушли в подполье личной души, научились безмолвной, наружной, невидимой потайной молитве. Молитве сокровенного огня. Но наши четвертые эти решили сказать «большие комдамы с вами» и не только сказать, а говорить и подтверждать поступками, помогать им служить их делу, исполнять все их требования, лгать вместе с ними, участвовать в их обманах, работать рука об руку с их политической полицией, поднимать их авторитет в глазах народа, публично молиться за них и за их успехи, вместе с ними провоцировать и поднимать национальную русскую миграцию, и превратить таким образом православную церковь в действительное и послушное орудие мировой революции, мирового безбожья. Мы видели этих людей, они все с типичными каменно маскированными лицами и хитрыми глазами. Они не стесняются открытого гуд и при том самым важным и священным. О положении церкви, о замученных большевиками и исповедниках, они договорились частным образом с советской властью, и не забудьте нисколько о соблюдении церковных канонов, выделили свои среды угодного большевикам патриарха и официально возгласили новую религиозную, парадоксальную, неслыханную советскую церковь. Вот смысл происшедшего. Зачем они это сделали? Оставим в стороне их личное побуждение. За них они ответят перед Богом и перед историей. Спросим об их церковных соображениях. Для чего они это сделали? Первое. Для того, чтобы покорность антихриста погасить или, по крайней мере, смягчить гонения на верующих, на духовенстве и на храмы. Купить передышку ценой содействия большевизму в России и за границей. Второе. Из опасения, как бы антихрист не договорился с Ватиканом об окончательном искорении православия, чтобы в борьбе с католиками иметь антихрист за себя. История покажет, чего этой группе удастся в действительности достигнуть. Что она потеряет и что приобретет, и какая будет ее личная судьба. Не подлежит, однако, никакому сомнению, что будущее православия определится не компромиссами с антихристом, а именно тем героическим стоянием и исповедничеством, от которого эти четвертые так вызывающие, так предательски отвлеклись. Мы ни минуты не можем сомневаться в том, что вся эта группа будет своевременно, то есть в подходящий момент казнена большевиками, но уйдут они их жизни не в качестве верных православию, исповедников и священномучеников, наподобие метрополитвии, не амину Петру Куркинскому и другим. Их же имена ты, Господи, знаешь, и в качестве не угодивших от детства, хотя по мере сил и угождавших ему рабов его, ибо установили это теперь же в сделке советской властью, они вынуждены расплачиваться и уже расплачиваться реальными услугами и в договоре урочным содействием. То соглашение, которое они заключили, не может быть названо конкордатом, ибо конкордат предполагает известное, хотя бы скромное равенство, хотя бы минимальную свободу договаривающихся сторон Сталин и Сергий. Сталин и Алексий никогда не были равны. Сергий и Алексий были всегда терроризированными вениками Сталина. Они не были свободны, они не договорились со Сталином, а покорились ему. При этом Сталину важно было изобретать это дело для Европы, для Америки, как конкордат, и эту покорность, как свободное соглашение равных сторон. Надо было, чтобы мир поверил, а мир, по мудрой римской поговорке, и без того весьма хочет быть обманутым. Алексий понимал это с самого начала и отлично знал, что делает. Он помог обмануть мир, чтобы поднять в него глазах и свой авторитет. Как же? Независимый патриарх всей Руси и авторитет советской власти. Как же? Отныне церковь в советском государстве на свободе и в почете. И сама же отрицает в прошлом всякие гонения, как не бывшие. С этим заведомо ложным известием Алексий, а потом его эмиссары поехали за границу, они лучше, чем кто-нибудь знали, что церковь стала покорным учреждением советского строя. Что они обязаны и смеют говорить только ту ложь, которую им предписано. Они знали, что лгут и лгали о мнимой свободе церкви. Каждый прием Алексия на Ближнем Востоке давался втроем. Он сам и два сценографирующих каждое слово агента внутренних дел для взаимного контроля сценографировались его собственные слова и слова посетителя. При этом Алексий уверял посетителя, что православная церковь вполне свободна и тем провоцировала посетителя выдавать себя с головой большевистской тайной позиции. Он, конечно, понимал, что и выступления имеют смысл политической провокации, и провоцировав патриарх Сеаруси в роли сознательного политического провокатора у антихиста. Таковы же были выступления у политических эмиссаров в Париже, этих так называемых митрополитов и епископов. То же самое происходило в Америке. Все они лгали и провоцировали, и знали, что лгут и провоцируют, и видели, что и верят или одни свои же агенты, или сверх того еще отменные мигрантские губцы, и без того желающие быть обманутыми. А про эмигрантских не глупцов они твердо знали, что эти только притворяются, будто верят, а на самом деле сознательно помогают им обмануть эмигрантское мировое общественное мнение в пользу большевизма. И при том, по международной директиве, данной из мировой кулисы, они понимали все это и лгали дальше. А если под шумок пробирались правдой, то бывали за это немедленно увозимым Москву на аэроплане. Так было в Париже. Удивительно легко, привычно и ловко катились они по этой линии лжи. Это, впрочем, понятно. Главная ложа была у них уже за плечами, у них хватало духа объявить устно и печатно, что все мученики, все священно мученики. В православной церкви за последние 50 лет страдали не за веру, не за церковь, а за политические выступления против советской власти. У них хватило духа еще у местоплюстителя митрополита Сергия заявить, что никаких гадений на веру, на верующих, ни в церковь, на храм, на церковь, на храмы. И на святыне православия советской власти никогда не было. После этой вопиющей лжи все остальное и вранье пошло легко и гладко. Книгу местоплюстителя Сергия, вышедшую в Москве в второй половине 1942 года, надо было видеть и изучить, что нам и удалось сделать. Это сборник статей, заявлений и светильских показаний. Участниками были сам Сергий, его ближайшие церковные помощники и длинный ряд духовных светских лиц. Сергий, в том числе, был один. Советская власть никогда не вела гонений на церковь, на веру. И на верующие гонения начались только в момент вторжения германских фашистов и ведутся только ими. Каждая статья сопровождалась портретом ее названного автора. Или, во всяком случае, Ферсимеева в подписи, кто читал эту книгу, знал историческую правду, того охватывал чувства, головокружения и ужаса. Это был поток заведомо и вызывающей бесстыдной лжи. Все было написано одним и тем же одинаковым стилем и произносилось с тоном аффектированного, наигранного, негодования со такими раскатами истинно-коммунического пафоса и с этойю за 50 лет вместе, лет всем осочертевшей подхалимской лояльностью. Что было, того не было. Церковь светет, народ свободно молится, храмы открыты. Никаких утеснений сроду не было. Когда же волна злодейского умысла, ненависти и свирепости действительно надвигалась из Германии по обычаю советской пропаганды к очевидной бесспорной правде, пристеглась заведомая ложь и произносила все это распаленным тоном заведомого лжеца, знающего, что ему никто не верит и не поверит. И потом эти иерархи, в кавычках, появились, явились к нам за рубеж и предложили нам признать их, в кавычках, авторитет и подчиниться их церковному водительству так, как они сами подчинились духовному водительству совета. А последним они, впрочем, умолчали, а за рубежом сейчас же нашлись такие, которым эти люди показались носителями в кавычках истинного и свободного православия, в кавычках закрытые, и которые увидели в Алексее, страшно сказать, хранителя канона в кавычках и в кавычках великого водителя церкви, и поспешили в кавычках уверовать в него и подчиниться ему, и, конечно, принять в кавычках Советскую Церковь. А Советская Церковь есть на самом деле учреждение Советского Противохристианского тоталитарного государства, исполняющее его поручения, служащее его целем, не могущее, не свободно судить, не свободно молиться, не свободно влюсти тайну исповеди по истине только тот, кто все забыл и ничему не научился, может воображать, что тоталитарный комбулизм способен исконен чтить тайну исповеди, что священник Алексеевской Советской Церкви посмеет блюсти эту тайну и, приняв исповедь честного патриота, то есть в кавычках контрреволюционера или идейного антикоммуниста, не довести ее по линии КВД или МВД по истине, только тот, кто устал бороться с советскими рабовладельцами и подался их пропаганде, может думать, что патриарх в кавычках Алексей, хранит и строит истинное православие, только тот может считать Алексея в кавычках хранителем канонов, кто никогда не считал их и не вникал бы в глубокий христианский смысл. Этот смысл, прежде всего, в свободе от человеческого давления на изваление Духа Святого, и во вдохновенном повиновении его внушениям, и потому то, что Алексей Семанский на самом деле может хранить, в кавычках хранить, конечно, в пределах угодных, удобных советской политической позиции, то это традиционная внешность исторического православия, а каноны он уже попрал, взбираясь на запустевший престол патриарха и оруси. В ответ таким забывчивым и утомленным мы выдвигаем тезис православия, подчинившись советам и ставшей орудием мирового антихристианского соблазна есть не православие, а соблазнительная ересь антихристианства, облегшаяся в растерзанной ризе исторического православия. Но этот тезис мы уже не будем доказывать, ибо мы его только что доказали. Пусть же тот, кто действительно не видит ложной роли нового патриарха, подумает только сам порабощенный. Зачем он силится подмять под себя и поработить вместе с собой еще зарубежное православие? Сам принявший компромисс с врагами христианства и православия, вынужденный к этому, зачем он навязывает этот компромисс нам, который имеет возможность, слава Богу, не молиться за дьявола и его успехи в мире? Ведь, казалось бы, надо Бога благодарить за то, что зарубежное православие может жить и молиться, не служа антихристианству. Откуда это непреодолимая потребность в иерархическом подчинении возможности назначать, предписывать столь чудные истинному православию? Почему это стало вдруг необходимо лишить зарубежного православия свободы, его молитвенного и церковного дыхания? Православию нужно поработить все зарубежные приходы и епархии под низкую руку НКВД, чтобы всюду шныряли, предписываясь шпионами, составляли свои поскрипционные списки, его бессовестные и свирепые агенты, эти исчадия зла и позора. Кто же в действительности нуждается в этой нашей зависимости, православная церковь или советское правительство? Тут спросить, значит, ответить, советская церковь осуществляет во всех своих выступлениях не волю церкви, а волю советчины. А слепцы и лицемеры спешат ей навстречу. Мне, как житель в Италии, пришлось однажды видеть в соборе городка Орвието замечательную фреску художника 15-16 века Луки Синьорелли, пришествие антихриста. Впечатление было потрясающее, незабываемое, особенно для нас, в явь, видевших гонения большевиков на православную церковь. Он, в кавычках, изображается в чертах жутко кощунца, напоминающих лик Христа. Лик Христа Спасителя. Страшно смотреть на эти черты. Они сдвинуты в сторону пошлой сытости, лживости, лицемерия, аффектации какой-то пронырливой порочности. Эти отвратительные черты не воспроизводят в деталях и фотографы. Он, в кавычках, является на огромной фреске несколько раз. Вот он, в кавычках, делает ложные, соблазнительные чудеса и представляет больного среди ликующих родственников его. Вот он, в кавычках, говорит народу, а дьявол слева, придерживая его за талию, нашептывает ему на ухо свои инструкции. У ног его лежат в куче только что конфискованные священные сосуды. Агенты его раздают направо и налево золото, слушающие толпе есть всякие, уже соблазнившиеся и еще сомневающиеся, растерянные и любопытные резонеры и продажные, интеллигентные и черни, безразличные и неистовые. А там, справа и слева, палачи душек протестующих, обезглавливают верных, избивают духовенство и непокорных. И агенты, одеты во все черное, уже завладели храмами и отбирают святыни. Страшная картина, пророческая картина, о ней думаешь невольно, произнося эти противоестественные и бессмысленные слова. Советская церковь в кавычках. Электронный адрес на иностранном языке. И знак равенства и числом. Один три ноля пятьсот шестьдесят девять. Иеремия девять, пятого по девятый стихи. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, в указ свой до усталости ты живешь среди коварства. По коварству не отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так, говорит Господь, вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с отщелью народа моего? Язык их убийственная стрела. Говорит коварно, устами своими говорят, с ближними своим дружелюбно, устами своими говорят, с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не мстит ли душа моя такому народу, как этот? Сколько лживых фраз надуто либеральных, сколько пестрых партий, мелких вожаков, личных обличений, колкостей журнальных, маленьких торжеств и маленьких башков, сколько уст левещит, жалит и шипит. И как прежде жизнь и душит, и томит, а вопрос так прост. Отдайся всей душою на служение братьям, позову тебя и иди вперед, светя перед толпою, поднимая павших, веря и любя. Не гонись за шумом быстрого успеха, не меняй на лавру сурового креста, и пускай тебя и озвят отравой смеха, и клеймят враждой нечистые уста. Видно, и настала сторона родная, для тебя пора, когда бойцы твои мелким личным распрем. Сил не отдавая, станут все во имя правды и любви. Видно, спят сердца в них, если вместо боя с горем и врагами, родиной больной, подняли они вражду между собою. Этот бесконечный, этот жалкий бой. 1881 год. Семен Яковлевич Натсон. Семен Яковлевич Натсон. Семен Яковлевич Натсон. Семен Яковлевич Натсон. Семен Яковлевич Натсон.